Я к вам приехала на час. Привет! Бонжур! Хеллоу! Всем привет! С вами Настя и вы на канале Ветпи! Приехала я тут к вам в гости. Ну ты очень близко, но я так не могу! В этот прекрасный солнечный осенний денек мы вышли на прогулку для того, чтобы спросить у наших граждан, горожан. Граждане, что вы делаете, чтобы этой осенью не впасть в уныние, тоску и вообще, как поддерживать хорошее настроение? А еще мы с нашим редактором Майей поспорили, но она об этом еще не знает. В общем, я ей говорю, что все любят осень, а она говорит, что все просто хейтят ее и ненавидят. Вот давайте проверим. Крикнул, а в ответ тишина, снова я осталась в уныне. Сильная, сильная женщина плачет у окна. Сильная женщина. Так, они меня еще не видят, они меня еще не видят. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте, как у вас дела, как настроение? Хорошие, нормальные. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы любите осень? Да. Да, а вы? Отличное время года. Да. Ну, да. Такое себе. Я вожаю. Да, конечно. Да. Очень, очень. Очень любите. Подскажите, пожалуйста, вы любите осень? Да, очень. Ну, такое. Да, конечно. Да, конечно. Не особо. Так, почему? Учеба начинается. Школу любите, наверное, хоть? Нет, я люблю этот соус. Такое, типа, можно приезжать дома, пить чайок, и там, короче, такой листопад идет. Можно просто погулять, взять кофе, наслаждаться природой, как все меняется. Как вообще поддерживать хорошее настроение осенью? Пить чайок, тискать котиков. Каждый день пить чай с молоком, утеплиться, а думать только о хорошем, позитивном. Спите больше, слушайтесь маму и кушайте вкусно. Да, да, лучше гулять с друзьями. Гулять с друзьями, так. Или же просто стоять и покушать в ресторан, или пойти в кино на какую-нибудь. Ну, да, это тоже. Хорошая идея, так. Но в кино пойти и попить чайок дома. Гуляем по улице в такую прекрасную погоду. С друзьями встречаемся чаще. А где чаще гуляете? По центру. Делать много красивых фотографий. Спасибо. Здравствуйте. Ой, вы хотите, наверное, нам тоже интервью дать, да, молодой человек? Не, а что? А начни утро с улыбки, например, или же проведи каждый миг, как будто он последний и так далее. Ну, у меня как бы есть мультсериал, который я смотрю. Секретный? Да, я скажу. Так, а у вас? У меня тоже самое сериал, и на данный момент я смотрю рассказ «Служанки». Спасибо за ваши ответы. Давайте еще раз пятюничку. Прощаемся, прощаемся. Спасибо. Пока-пока. Я нормально стою? Что там, трись? Смотрите, это очень красиво. Это музыка ветра, да? Музыка для всех. Ну, пойдем дальше. Здравствуйте, а я вас тут встречаю. Ребята, ответьте на пару моих вопросов. Они легкие, классные. Вы любите осень? Да. Вы любите осень? Ну, вот такое. Нет. 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 Может, любите гулять, пить чай, кофе, до свидания, ходить. Это наш. Это не ваш конек, нет? У меня, когда плохое настроение, я беспридно делаю. Классный лайфхак, ребята. Спасибо вам за ваши ответы. Хорошего дня. Все, ну, что-то я застеснялась. Слишком много народу. Ну, что-то я заравлю. Не знаю. Вы любите осень? Да. Нет. Вы любите осень? Да. Да, конечно. А вы любите? Да. Скажите, как вы поддерживаете хорошее настроение в такую погоду? Общение с друзьями, прогулка. Смотрю фильмы или читаю конусы. Надо работать много. Я тоже так считаю. Ты говоришь подходить к каждому, а я чувствую. Меня... Потомственный целитель госпожа Анастасия чувствует. Я чувствую, кто ко мне расположен. У меня вообще-то работа такая, судьбу вообще язык находить. Кто я? Кто я? Мне что-то в глаз топало, если честно. Объектив. Кстати, я считаю, я считаю, что если у человека плохое настроение, вот это вот мысли там лишние, там, все, Оль, я правильно сделал в жизни, это от того, что мало работает. Сколько ты работаешь? Давай, давай, сколько ты работаешь? Часов 10-12 в день точно работаю. Плюс в Москве еще полтора часа на дорогу в одну сторону, полтора часа на другую сторону, и все. Так и жизнь прошла. Девушки, здравствуйте. Не делайте вид, чтобы вы меня не замечаете. Привет. Привет. Как дела? Как дела? Как бороться с осенней хандрой? Кэп, это же ты. Почему это я? А, ну, хотя нет, вот это ты. Вот это ты. Это Кэп. Это... Ну, давай, вспомни этих людей, которые здесь живут. Вот, это вот Вячеслав Брешев. Ну, это Макс Юцифа. Понятно, да, почему? Это Леха, наверное, он серьезный же всегда такой. В такой позе и с таким лицом ты стоишь всегда. Всегда. Может, поэтому меня люди не любят? Хотите секрет? Моей успешной жизни в Москве. О, чуть не упала, простите. Вы любите осень? Не очень. Не, не очень. А ты любишь осень? Нормально. Девчонки, привет. Ребята, ребята, привет. Как у вас дела? Нормально. За что вы любите нашу якутскую осень? За то, что тут очень красиво. Скажите, вы любите осень? Да. Нет. Ну, да. Осенняя пора, чей очарование. Так, мы начали прекрасно. Рано осень наступает и рано желтеть. Очень красиво. Чтобы настроение не портилось, как его поддерживать? Гулять больше, любоваться осенними закатами. Ложитесь спать и надейтесь, что когда проснётесь, будет весна. Вот она по этой тактике работает. Можно просто просыпаться с хорошим настроением и думать, что всё прекрасно. Если вы студент, то вы можете начать учиться лучше и получать высшую стипендию. И третий лайфхак. 18 плюс контент разрешён? Я думаю, да. Ну, тогда... Не разрешён, да, контент 18 плюс? Вы любите вообще осень? Ну, не очень. Если честно, не очень. Но сегодня день рождения моего сына. Он в Москве, и поэтому хорошее настроение. Дорогой сын Мичель, поздравляем тебя с Новым годом, с 18-летием. Желаем здоровья, удачи и везения. И много-много друзей. А ещё подскажите, как вы боретесь с плохим настроением осенью? Может, у вас есть какие-нибудь советы, чем вы занимаетесь? На улицу выйти к людям, общаться. А где любите гулять в Якутске? Ну, по центру, в парк. Ну, не знаю, вот, например, читайте книги, наверное. Я каждое утро встаю и думаю, хорошо, что я жива и здорова. Так, хороший совет. А может быть, у вас есть какие-нибудь сериалы, любимые рецепты? Может, вы готовить любите? Чем вы занимаетесь? Я готовить люблю и сериал у меня... Я свет смотрю. Стесняетесь? Ну, ладно. Просто чувак издалека, не надо, не надо этого делать. А ты какие песни про осень знаешь? Осень, в небе жгут корабли. Next. Осень, что такое? Все, мы потихо возвращаемся. Ребята, здравствуйте. Ну, не убегайте, ну что вы. Снова я осталась одна. Кто? Кто? Здорово. Вставай сюда, вставай все вместе. А, ну вот ты одна, что ли? Хорошо, как у тебя настроение? Давай, Андрей, идем. Андрей, пойдем. Вика. Картошка будет не очень любить меня. Мне картошка. Ничего страшного, можно сделать вот так, и никто ничего не заметит. Давай, я подержу, давай. Это горячий картош. Все, окей. Никто не видел. Ребята, как у вас дела, как настроение? Нормально. Нормально. Хорошо? Вы любите осень? Да. Да. Есть такое. Все любят осень? Да. А подскажите, вот есть люди такие, у которых плохое настроение обычно осенью. Как бороться с этим? Может, у вас есть какие-нибудь советы, лайфхаки? Горячий чай. Да, надо попить чай. Горячий чай. Какой чай? Зеленый. Я за черный. Зеленый. Деритесь. Черный. По сути, мы все втроем, но мы втроем художники. А она тоже? Она тоже художник. Четвером? Тем более. А вы еще и фотограф. Где у нас красивые места есть в Якутске, где можно пофотографироваться? Любой вид может быть красивым. Я вас уверяю. Любой. Понятно. Ребят, спасибо большое. Вы очень классные. Хорошего вам вечера. Хорошего настроения. Картошка. Спасибо. Ну что, я не знаю, кто в нашем споре выиграл, но по моим ощущениям, людей, которым нравится осень больше, я в их числе. Якутская осень мне нравится. Надеюсь, что наш сюжет поднимет вам настроение. Вы не будете грустить. Улыбаетесь. Радуетесь этой прекрасной осени. Солнышко. Витаминки. У вас все будет здорово. У нас все будет здорово. Подписывайтесь на наш канал Ветви. Оставляйте комментарии, лайки под этим видео. Всем пока. Я там глаза вот так закатывала? Не знаю. Восточно-Сибирский лицей приглашает на обучение с 1 по 11 классы. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Лицей предлагает программы с углубленным изучением биологии и химии, а также экономики и права. Телефон 369792. Якутский колледж инновационных технологий приглашает выпускников 9-х и 11-х классов начать обучение по актуальным специальностям. Бухгалтерия, финансы, юриспруденция, логистика, сервис на транспорте и другие. Телефон приемной комиссии 262665.